Они привыкли делать добро бескорыстно, а для многих из них это давно стало стилем жизни, без которого не проходит ни один день. В Лопатинской школе к волонтерству стараются привлечь всех учеников. Здесь действуют добровольческие и гагаринские отряды, а также совет обучающихся, который руководит действиями активистов. Для нас это очень важная составляющая воспитательного процесса, потому что мы уверены, что для того, чтобы воспитать настоящего гражданина и доброго, хорошего человека, нужно прививать детям чувство сострадания, чувство милосердия, готовность помочь ближнему. Помогать другим людям, да и к тому же такие места объединяют людей, находишь новые связи, знакомишься с разными ребятами и на самом деле это очень интересно. Я прихожу сюда общаться с людьми и помогать другим людям. Все равно приятно становится от того, что ты кому-то помог. Хоть даже и чуть-чуть, чем-то, но доброе дело же сделал. В фестивале, концерты. Иногда я помогаю со звуком, иногда я делаю что-то по мелочи, иногда я ведущая. В мае педагог-организатор Лопатинской школы Людмила Шуст стала победителем всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» и получила грант на реализацию проекта «Время действовать вместе». Он направлен на координацию действий добровольческих отрядов Ленинского городского округа, организацию их совместной деятельности и популяризацию среди подростков. И первым шагом в его реализации стала встреча волонтеров со всего муниципалитета в формате круглого стола под девизом «Добро делать просто». Принимают участие это педагоги, это активисты российского движения школьников, это лидеры ученического самоуправления и общественная организация волонтеров, то есть даже есть руководитель волонтерского движения Ленинского городского округа. Участники круглого стола обсудили общие проблемы, с которыми сталкиваются добровольцы в своей работе и пути их решения. «Вы проводите на своих местах колоссальную работу, но без коммуникации между собой. Мы хотим презентовать от нашей команды, презентовать штаб волонтерского движения и со своими направленностями теми или иными». А также после бурных обсуждений команда добровольцев предложили новые форматы совместной работы. «Сортировка мусора, чтобы это было прям на регулярной основе, то есть еженедельно школы скидывали бы отчеты, какие-то общие чаты, сколько мусора какого они собрали и так далее. Есть проблема – это нехватка пунктов приема батареек». Все инициативы обсудили и договорились реализовать в самое ближайшее время. Сейчас волонтеры готовятся к фестивалю добровольцев Ленинского городского округа «Время действовать вместе», который пройдет 24 сентября в Лопатинской школе. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.